Чем заняться на школьных каникулах? Некоторые старшеклассники выбирают работу. О трудовых отрядах поговорим сегодня с заместителем директора городского центра по организации досуга детей и молодежи Артемом Аспановым. Артем, привет. Добрый день. Итак, 19 мая дали старт трудовой четверти, но она же еще не началась? Ну, трудовая четверть, да, еще не началась, но старт дан, задания отряды получили, путевки в трудовую четверть получили. Ага, так, сколько человек в этом году получили путевки? Ну, каждый округ получил по одной путевке, а вообще будет зачислено в трудовые отряды 1949 участников. 1949, чуть-чуть не хватило для ровного счета. Да, и будет сформировано 129 отрядов. Ага, 1949. Почему такая цифра? Выделено столько мест в этом году. А почему именно такая цифра? Как она высчитывается и устанавливается? Ну, то есть, пришел 1950-й человек, им говорят, простите, брат. Нет, ну, это же финансирование, все отталкивается от этого. 1949 человек умножить на 3300, это уже немаленькая сумма, я думаю. Да, кстати, какая именно, вот такая, вот столько денег, это дается при умножении. 3300 рублей. 3300 рублей. Да, это за сколько? Ну, это 18 рабочих дней, 3-4 часа они работают в день. 3-4 часа. Я когда думал о том, что 3300, то есть много или мало, сначала кажется, что это мало. Потом пытаешься думать, ну, вот это вообще сколько. Я немножко, естественно, на калькуляторе поделил, поумножал. То есть, если там делить на 18 дней в смене, то получается там по 183 рубля. Ну, условно, ну, ты там чашка кофе после. А потом, если брать, что, допустим, дети неделю работают, и так-то получается там 1000 примерно 916 рублей на выходных, это нормальный вполне себе уикенд такой, по меркам орлой и орешки. Ну, да, это в плане того, что может быть нам, как уже взрослым людям, эта сумма не очень велика, а у детей-то вкусы, может быть, как-то поумереннее. И то не факт. Да, и не кофе им ровняют. Не знаю, копят. И причем это же не надо там в основном тратить на дорогу ездить. Это в основном выбирают они близ своих домов и как бы сходил. Это причем еще же не только работа, но это же и, так сказать, на современном. Это тусовка, это целое движение трудовое. Они соревнуются между друг с другом в танцах, в песнях, на штабах они ездят там, совещаются, кто лучший, определяют, сдают отчеты, сколько убрано, сколько помогли, где освещено. Это очень интересно. И потом закручиваешься, захватывает, и потом еще идешь, записываешься на следующую смену и на следующую смену. Вот, кстати, 18 дней одна смена. Сколько всего смен? Три смены. Три смены. Между ними какие-то пересменки или они прям подряд друг за другом? Ну, там в один день. В один день. Я могу рассчитывать на то, что я заработаю не 3 300, а 9 900, и на все три смены отработать? Да, можно. Но единственное, что выделено смен, например, если, как я говорил, что это возле дома, да, у тебя, и, например, там подростково-молодежный клуб у тебя возле дома, и в этом подростково-молодежном клубе только две смены могут быть. Не факт, что оно будет там сразу три. Комплектуются обычно отряды по районам, то есть дети, вот условно, я вот в этой школе учусь, не на базе школ ведь организуются, или на базе школ в том числе? На базе школ в том числе по четырем отраслям. От отрасли молодежная политика, отрасли социальная работа, образование и культура. Это как бы направление работы непосредственно? Да. Ну, а направление, направление работы их это уборка территорий, облагораживание скверов, парков, работа с населением, отряды СМИ, отряды экологические, вот это направление их. То есть, если перевести на язык, чем конкретно занимаются? Чистят дворы, красят что-то, что-то убирают, помогают ветеранам, что еще? Да, помогают ветеранам, каким-то незащищенным слоям населения, помогают инвалидам, освещают, учатся писать в средствах массовой информации, организовывают мероприятия, очень много организовывают мероприятий на жилмассивах, в районах, участвуют в конкурсах. Ну, в принципе, все. Артем, мы с тобой, люди, которые давно закончили школу, я скажу это так, не старые, но давно закончили школу, когда мы учились, была практика. Трудовых отрядов, насколько я понимаю, не было. Они вот буквально лет пять назад только появились, правильно? Нет, что, с 2003 года и в этом году трудовому движению старшеклассников города исполняется 15 лет. 15 лет. Видимо, просто как-то мимо моей школы это прошло, или мимо меня конкретно. Ты, кстати, был в трудотрядах, когда? Нет, тоже. Почему? Ну, как-то я тоже, у меня это дело прошло, может быть. Но я помню, что мои приятели были. Что рассказывали? Ну, им нравилось, в принципе. Тогда я говорю, что эти, может быть, сейчас для нас небольшие деньги, для нас это казалось каким-то... Я богач. Ну, слушай, а мне просто интересно, сколько 15 лет назад платили? Мне кажется, эта сумма равнялась, ну, 1700, может быть. 1700. Да. Если перевести на язык моего тогдашнего заработка, это на 1700 больше, чем я обычно зарабатывал летом. Ну, нет, подожди, мы, блин, в том возрасте, наверное, мы у машины, ну, у нас там 80 рублей машина была. Каждый, каждый, ну, ищет себе, конечно, какое-то занятие летом, особенно, где побольше подработать. Но тут еще есть такой нюанс. Мы сейчас работаем с наркоконтролем, очень тесно. И я был немножечко в шоке, потому что объявления же висят разные, и молодежь на них, так сказать, смотрит. И позвоня по объявлению, которое висит у тебя на подъезде, потом их ждет места не столь отдаленные. То есть, поэтому тут, вот, мне кажется, в нашем деле отвлечь от этого дела внимание молодежь тоже очень важно. Ну, как я, там, грубо так это формулирую, что в том числе, чтобы по подъездам не шарились. Да, я обожаю это выражение. А когда, знаете, приходит, а вот, я всегда говорю, ну, если по-русски говорят, что по подъездам. Это такая миссия городского центра досуга. Не знаю, можно вообще это говорить? Почему нет? В апреле, насколько я помню, началась история, вот, компания, вот это по мотивированию детей, привлечению. Были известны сразу направления. Дети подавали заявки, где они хотят быть. То есть, условно, я хочу чистить дворы, или я хочу остаться вот в своем районе, что там есть. Как это происходило? Куда больше шли? Ну, как куда больше? Наверное, больше шли в образовании, потому что, когда на базе школы организуется трудовой отряд, и дали клич, и все желающие, раз в школе остались еще на трудовое движение старшеклассников. Это вот вожаты в пришкольных лагерях, да, или как? Ну, образование, что ты имеешь в виду под образование? Ну, в смысле, в образовании в школе, я говорю, что, может быть, им, как бы, проще было собрать трудовые отряды, потому как они и дали клич в школе. И трудовой отряд, там, 15 человек из школы собрались, собрались. Ну, а по поводу того, что определяют они убираться им или организовывать мероприятия, помогать людям и всему тому подобное, они, конечно, уже, наверное, в большинстве случаев выбирают сами. Потому что у них есть социальное задание, например, возле, там, школы, там, убрать улица такая-то, дома те-то, 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 те-то. Иногда дети справляются с этим заданием, например, за неделю, после этого они поддерживают эту чистоту, ну, и все остальное время тратят больше на какие-то мероприятия, поездки, на конкурсы и всему тому подобное. Как часто дети обращаются или хотят попасть в отряд, который не в районе? То есть есть же такие, как над городом, то есть у них вот своя цель какая-то, это, так сказать, элита, может быть? Ну, нет, может быть, не элита, например, на базе нашего учреждения сформирован отряд журналистов, вот. Вот, и, конечно, больше в этот отряд съезжаются подростки, которые заинтересованы в журналистике и которые хотят этому научиться. Ну, тут уже больше не про деньги, а про вот прям желание именно в этом попасть. Да, заинтересованность еще дополнительная. Потому что из 183 рублей вычесть еще рублей 50 на проезд, там уже и на кофе даже не остается. Хотя, да. Неделю поработали, допустим, все сделали, остается какое-то время. Чем занимаются? Какие мероприятия организовывают? Часто ли выступают сами действительно с инициативой и что-то бомбическое выдают? А давайте проведем у нас в районе музыкальный фестиваль, не знаю. Ну, да, абсолютно верно. Они решают это сами, в районе провести спортивное состязание или какой-нибудь бомбический фестиваль. А также ведется работа штабов, районных штабов, у которых тоже есть план. Этот план они освещают на все свои трудовые отряды. Трудовые отряды соревнуются в танцевальном, я уже говорил о плане. И они приезжают тоже на район и соревнуются. В протяжении всего лета идет конкурс «Марш трудовых отрядов», где по итогу мэром города награждаются лучшие отряды пригласительными в кино, кубками, статуэтками и так далее. Торжественное чаепитие. Да. Подарки вот такие символические? Или сейчас все хотят планшеты сразу резко? Нет, конечно. Подарки больше сосредоточены на коллектив, на команде образования. Это заряжает, это сближает молодежь и подростков всем отрядом в кино. Вот, кстати, совместный труд, он действительно объединяет. Старшеклассники. Ты говоришь, 2003 года это началось. Я просто представляю, я бы попал в трудотряд. 13 лет. Что такое 13 лет? Это жесточайший пубертат. Когда ты начинаешь смотреть не просто по сторонам, а больше уже на девочек. Вот такой вот возраст, ну, это же действительно какая-то первая влюбленность и так далее. Вот эти истории, они как-то находят какое-то продолжение в трудотрядах? Да, я был руководителем трудового отряда. Конечно, там есть место, так сказать, для влюбленностей. И я хочу сказать, даже в итоге это стали семьи, ячейки общества. И уже есть даже детишки. Вот на моем примере, где я был руководителем в трудовом отряде. То есть у тебя были там дети, которые сейчас... Да, которые сейчас уже по итогу вышли замуж и прекрасно живут. Слушайте, ну это просто... Я даже не знаю, Дом-2 отдыхает. Почему? Там люди... Дом-2, допустим, там люди строят отношения так подолгу, здесь, извините, 18 дней и так надолго это все. Ну нет, ну как, может быть в эти 18 дней завязалась дружба, продолжилась-то она уже вне трудового отряда. Вот это 1949, сколько в ней, вот в этой цифре людей, которые уже не в первый раз. То есть вот в этом году кто-то, вот ему исполнилось 14, он с этого года получил право, да, получать деньги легально. И в следующем году, когда ему будет 15, он тоже придет. Вот эта преемственность, она на сколько вообще присутствует? Там больше преемственность в том, что он приведет своего младшего брата на год в этот трудовой отряд. Вот, но если так, исходя из моего опыта, ну процентов 30 возвращаются на следующий год. Кто-то уже подрастает, перерастает, что-то находит новое. Ну какой-то костяк есть вообще все равно, вот тех, кто прям вот огниво такое, на них все держится, нет? Ну, про костяк, как сказать, это больше, конечно, уже на районах, может быть, известно. На общей массе этого сильно не увидишь, про этот костяк. О том, что есть на районах эти активы. Я думаю, что это такое существует. Что, в принципе, скажешь о тех людях, которые приходят и участвуют? Их потом видно вообще где-то в общественной жизни? Да, самое главное, что придя, они заряжаются, они проявляют свою гражданскую социальную активность. И потом они в дальнейшем остаются у нас на базе подростково-молодежных клубов, вступают в число добровольцев Хабаровска. Поэтому они, да, они потом заряжаются и с нами еще продолжают идти в одном направлении. По поводу социального задания, кто его определяет? Ну, социальное задание определяет администрация города Хабаровска. Ну, то есть, условно, за 3 300 я помогаю, как вот Сергей Кравчу говорил, делать город красивее и лучше, и благоустроеннее. Ну, то есть, это какие-то точки, на которые у администрации нет времени, или наоборот, что-то полегче, чтобы специально детям дали, чтобы именно подключить их в эту работу? Ну, конечно, конечно, это в основном благоустройство дворовых территорий, парков и скверов, где сильно там мешки, так сказать, не придется. Это не сильно сложная работа. Ну, то есть, основная вообще задача трудотряда, это все-таки просто вытащить ребенка из подъезда, в кавычках, и привлечь его к общественной жизни. Да, к общественной жизни дать возможность подзаработать. Окей. Напоследок еще, вот что хотелось бы сказать. Сейчас уже сформировано. Все, в этом году, если вдруг нас сейчас смотрят школьники, уже нельзя. Ну, нет, почему же? Первая смена сформирована. Может быть, где-то там единицы еще места есть, нужно, конечно, узнавать точную цифру. А что касается второй и третьей смены, можно приходить на учреждения, на которых есть трудовые отряды, узнать по поводу, в каких учреждениях есть ближайших от ваших домов. Можно позвонить в городской центр по организации досуга детей и молодежи 467-061. И там, собственно, если что, направят и помогут. Отскажем. То есть сейчас еще ничего не потеряно, если вдруг... В принципе, да, я думаю, что, может быть, если вдруг и повезет. Если вдруг и повезет. Артем, спасибо большое тебе за то, что пришел и рассказал. Надеюсь, наша беседа для кого-то станет полезной. Ну, как минимум, 3300 никогда не бывает лишним. Это важно. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok